На портал экзагид поступил вопрос. Что такое антиминс? Антиминс это сложно составленный из греческой и латинской частей термин, который обозначает вместо престолия. Является неотъемлемой частью православного богослужения. Без антиминса невозможно совершение божественной литургии. Однако у него достаточно долгая, своеобразная и нелинейная история. Древние христиане, собираясь для совершения литургии, часто собирались в таких, например, городах, как Рим или Фессалоники в катакомбах. В катакомбах же, собственно, одними из самых значимых мест для христианского почитания были гробницы мучеников. Таким образом, формируется одна из достаточно узловых практик совершение литургии, таинства жизни, на гробе мученика как непосредственного свидетеля реальности воскресения Христова. Чтобы тело и кровь Христовы, приводящие в жизнь вечную, преподавались, собственно, от вот этой, в том числе, святыни мученической, от гроба непосредственного свидетеля, который своею жизнью и смертью подтвердил реальность того, что Христос воскрес, и, соответственно, сам он ожидает совоскреснуть с ним. При этом долгое время, например, соотнесенность престолов и мощей мучеников не была очевидной. То есть, определенный период времени существовала практика как освящения престолов с положением в их основании мощей мученика, так и освящения престолов без таковых. Однако, с течением времени, на этапе, когда Византийская империя, собственно, становится христианской, с эдикта императора Константина и далее, богослужебная практика начинает развиваться сообразно с общей имперской логикой. То есть, появляются священники, которые совершают миссию где-то на территориях, где христианство совершенно не распространено. Появляются священники, которые окормляют, например, византийское воинство и совершают богослужение, собственно, за войском следуя. То есть, таким образом, ни в первом, ни во втором случаях нельзя говорить о существовании обычного стационарного храма и обыкновенного там поставленного престола. Так возникает практика переносных престолов, которые и получают название антименса, то есть вместо престоля. Изначально это некоторого рода либо доска деревянная, либо, может быть, например, соответственным образом точеный камень. Иногда это может быть и ткань определенного рода плат. Но, повторюсь, изначально, как правило, антименсы твердые. В них часто полагается вот эта частица мощей мученических и, таким образом, на такого рода вместо престолей можно служить, в принципе, где угодно. То есть, опять же, либо за войсками следуя, либо миссию где-либо осуществляя. Но впоследствии и в Византийской империи происходят достаточно своеобразные изменения. На этапе, когда ряд императоров, а вслед за ними и достаточно серьезная часть церкви впадает в ересь иконоборчества, то ряд храмов, которые освещаются в этот момент времени, не получают, во-первых, должного освящения мученическими мощами, ну а во-вторых, с точки зрения православных, в принципе, осквернены иконоборческим служением. Для того, чтобы совершать в них литургию, необходимо либо переосвящать эти храмы заново, либо хотя бы полагать на их престолы должным образом православные освященные вместо престоле, освященные антименцы. А такого рода практики свидетельствуют, например, письма преподобного Федора Студита. Это самое начало IX века. Впоследствии антиминс видоизменяется и достаточно скоро от деревянного или каменного вида переходит к виду тканевому. То есть, например, в практике современной мы, говоря о антиминсе, имеем в виду только тканевый плат. Собственно, как он выглядит? Это тканевый прямоугольник, в центр которого в специально вшитый карман влагается частица мученических мощей. Антиминс является также и определенного рода документом, потому что на нем указано, в какой период времени, в какой год от сотворения мира и от Рождества Христова освящен этот антиминс, для какого храма он преподан, каким архиереем освящен и в чье патриаршество. Таким образом, получается, что антиминс современный некоторым образом является и, ну скажем так, основным храмовым документом. При этом антиминс, конечно, является величайшей храмовой святыней. И отношение к нему ровно такое же, как отношение к храму престолу. То есть, его не касается рука мирянина. Его особенным образом тщательно хранит священник. Антиминсы в средневековой практике, как правило, не передвигались и не перемещались во время литургии. Антиминс развернутый подшивался к нижним одеждам престола и накрывался сверху престольной ризой. То есть, таким образом, он находился внутри и во время богослужения его даже не касались. То есть, он по факту не испытывал на себе никакого влияния и мог храниться таким образом столетиями. То есть, он либо пришивался, либо прибивался деревянными гвоздиками к престолу. Такого рода практика сохраняется до сих пор, например, в старообрядческих общинах. Вместо него же на престоле разворачивался и литон. Это также тканевый плат, не содержащий на себе никаких ни текстов, ни изображений, разворачивающийся на престоле ровно для того, чтобы предотвратить падение, например, какой-либо крошки с дискоса или капли из потира на сам престол. То есть, и литон разворачивается на всякий случай для сохранения, собственно, престола и для того, чтобы не погибла ни одна из частиц освящаемых хлеба и вина на литургии. И если девятым веком мы говорили о том, что мы видим упоминание о антиминсах, то, например, веку к XIII уже корпус церковного права на Маканон предписывает каждую литургию вне зависимости от того, освящен престол или нет, совершать только на антиминсе. Соответственно, священник, презревший такого рода повеления, получает соответствующее каноническое прещение. С эпохи патриарха Никона антиминс из подшитого к нижним одеждам престола перемещается, собственно, наверх престола. То есть, отныне, во время каждой литургии, священник в момент завершения литургии оглашенных простирает, то есть, открывает антиминс. На него, собственно, будут поставлены дискос и потир с хлебом и вином в рамках Великого Входа. И на этапе завершения литургии, когда опять же дискос с потиром будут перенесены обратно на жертвенник, антиминс будет обратно собран, убран в элитон и хранится он под на престольном Евангелии. Священнику предписано хранить антиминс в чистоте, потому что он единожды освящается архиереем, особенным чином и более, например, не стирается никогда. Антиминсы на данном этапе представляют собой достаточно сложный, развернутый иконографический сюжет. Наиболее древние, как правило, содержали просто изображение креста Христова с надписанием «когда и при свеком освящен данный престол, данный храм». Современный антиминс, кроме всех тех текстов, о которых мы уже говорили, содержит достаточно большой проработанный иконографический сюжет «Положение Христа во гроб». То есть здесь мы видим Христа во гроб полагаемого с предстоящими, с Богородицей, с Марией Магдалиной, с, собственно, Иосифом и Никодимом, видим изображение креста Господня и сопровождающие это надписи. То есть такого рода антиминсы появляются в русской церкви примерно с 17 века. С этого периода времени практика изготовления антиминсов унифицируется. Если в древности они, как правило, изготавливались клириками кафедральных соборов и раздавались дальше архиереям по храмам, то примерно с 17 века они начинают централизованно печататься и в конкретном, единообразном печатном виде распространяются по всем храмам русской церкви. Современная практика использования антиминса точно такая же. Более того, с ним связан и ряд своих канонических норм. Например, священник один раз в день может совершать литургию на одном престоле и одном антиминсе. То есть все это используется в рамках богослужебного дня только однократно. В тех храмах, где, например, ввиду многолюдства совершается несколько литургий подряд, раннее, позднее, как правило, совершаются они на разных престолах и разных антиминсах. Никогда в практике это не происходит на одном и том же престоле и одном и том же антиминсе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.